Я приветствую зрителей канала АТВ, это полезный проект Среда. Что значит работа для человека? Источник дохода и уверенности в завтрашнем дне, любимое дело приятное окружение. Лишившись этого или не сумев найти, можно прийти в отчаяние. А мы говорим, не спешите сдаваться. Решение наверняка найдется. О том, каким оно может быть, это решение, расскажет моя сегодняшняя гостья, начальника отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения, Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Лейла Свекольникова. Лейла Гирихановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, непростая тема. Тема, которая, конечно, переходит из года в год и остается, к сожалению, актуальной. Но мне хочется с оптимизмом все-таки смотреть и еще раз подчеркнуть, спасение есть, руки опускать не стоит. Но давайте начнем с главного. Как можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию, сегодняшнюю на рынке труда, ну, наверное, с начала года? Ну, давайте. Можем немножечко в прошлое там заглянуть, в недавние. Ситуация на рынке труда на теперешний момент у нас более чем неплохая. Да. И причем это наблюдается такая ситуация не только в Ставропольском крае, это тенденция в целом по Российской Федерации. Несмотря на то, что сейчас наша экономика подвергается беспрецедентному давлению со стороны внешних каких-то этих моментов. Уровень безработицы и в целом по России, и Ставропольский край идет в этом же тренде, она у нас падает. И за прошлый год у нас уровень безработицы снизился с 0,8% на начало года до 0,6% к концу года. Мы подошли с такой цифрой. И эта тенденция, она немножечко сейчас замедлилась, потому что всегда есть там предел каким-то цифрам. Нельзя снизить безработицу до минус 5, не будет она никогда. И всегда есть какая-то масса людей, которые состоят на учете в центре занятости, имеют статус безработных, но тем не менее не очень, не сильно заинтересованы в этом самом трудоустройстве. Это одна категория людей. И всегда есть определенная текучка кадров. у нас на предприятии. Кто-то увольняется, кто-то принимается на работу, поэтому какое-то количество безработных будет всегда. И надо понимать, что ноль там не будет никогда, и это нормальное явление. И мы к этому не стремимся, да? Это невозможно. Нет, это невозможно, не стремимся. И это нельзя расценивать как что-то пугающее или плохую какую-то тенденцию. И сейчас у нас получается, что мы подошли с уровнем безработицы 0,6%. Это получается количество граждан, которые у нас зарегистрированы в качестве безработных, к всему экономически активному населению Ставропольского края. Просто поясню, что это за цифра. И сейчас она у нас примерно такая же, но немножко меньше 0,58, если быть точнее. То есть сейчас уже вот это уменьшение стало не в десятых долях, а в сотых выражаться. Немножко тенденция замедлилась. И тут еще такой момент. Рынку труда Ставропольского края всегда исторически был присущ выраженный сезонный фактор. Я думаю, это так на многих рынках труда происходит, но там, где в экономике много сельского хозяйства, это более выражено, неизбежно и более выражено. Потому что основные работы сезонные в сельском хозяйстве у нас начинаются весной, заканчиваются осенью. И те сотрудники, которых невыгодно держать зимой, их бывает увольняют с окончанием сезонных работ, а весной они у нас уходят. И есть еще вторая у нас такая вот большая категория, тоже сезонных рабочих, это операторы котельных. Тоже отопительный сезон заканчивается, и у нас получается, что эти две группы людей, они немножко друг друга компенсируют. Балансируем, да? Ушли сельхоз рабочие, пришли котельщики. Ушли котельщики, начался отопительный сезон, вернулись сельхоз рабочие. Поэтому небольшое колебание есть, потому что по численности, допустим, сельскохозяйственных у нас больше сотрудников, чем операторов котельных. Но вот тем не менее они немного друг друга компенсируют. И в этом году все точно так же, как и в прошлом году, те же тенденции. Единственное, отопительный сезон у нас немножечко сдвинулся, холодно было долго. Мы их ждали немножко раньше котельщиков, пришли они чуть позже. Но вот сейчас они уже все пришли, и теперь снова, я так думаю, прогноз у нас такой. Будет небольшое снижение где-то до октября месяца, а потом будет небольшой рост к концу года. То есть ничего необычного. Вы к этому были готовы? Ситуация для нашего края стандартная. Да. Мы услышали, достаточно, опять же, в позитивном ключе, можем сказать, что достаточно хороша ситуация на рынке Ставропольского края. При этом я прекрасно понимаю, что сам собой вопрос безработицы не решается. И, к сожалению, не всегда человек хочет и в силах сам решить этот вопрос. И тут на помощь как раз приходит государство, приходит ваше министерство. Каким образом вы помогаете? Как сдерживается безработица? Как решается этот вопрос? Ну, вот вы сказали, не решается. Я бы так бы не сказала, что она не решается. Она решается. И решается она, как это сказать, ну, систематически. Это задача у нас систематически стоит перед нами. И есть ряд выработанных механизмов, таких как, вот даже, ну, во-первых, самое главное, это у нас наш банк вакансий. Этой задачей мы занимаемся в непрерывном режиме. Чем больше хороших у нас вакансий, тем быстрее люди у нас будут трудоустраиваться, и тем скорее они будут покидать наши центры занятости и меньше задерживаться на учете. Это то, что касается постоянного трудоустройства. Также есть у нас работы, которые помогают поддержать рынок труда как раз-таки в периоды вот этих сезонных колебаний. Вот в частности я говорила только что про сельхоз рабочих, про котельщиков. Те из них, кто не воспринимают отсутствие работы как отпуск, и слава богу, да, но заработали в сезон, сейчас чуть-чуть передохнем чем-то другим, займемся. Для них мы тоже найдем занятия. У нас для этого предусмотрены общественные и временные работы. То есть работодателям всегда нужны какие-то работы, которые вот сейчас есть, а потом их не будет. Такие же временные. Да, да, они создаются как раз-таки эти временные рабочие места. Общественные работы, они больше направлены на выполнение каких-то общественно важных функций. Там бывает уборка территории и так далее. Социальная такая, да, 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 действительно. Вот, и как раз-таки в периоды вынужденной незанятости, если кому кто-то все-таки хочет продолжать работу, то вот как раз-таки общественные и временные работы организуются. К тому же это помогает людям, которые на какое-то время, вернее, которые лишились работы, да, и у них нету вот такого, как у сельхозработчиков, что они точно знают, что через несколько месяцев они трудоустроятся. Бывает, что профессия какая-то не очень востребованная, или бывает, что не очень много вакансий, надо ее подождать. Для того, чтобы вот в этот период вынужденного ожидания у нас у граждан не снижалась мотивация к труду, как раз-таки временные работы и общественные, они и на это тоже направлены. Потому что есть в безработице такой очень тонкий психологический момент, что сначала это шок, потом человек привыкает к этому, и когда проходит определенный период времени, они втягиваются вот в этот, как сказать, в такой образ жизни, он становится для них привычным, находят в нем какие-то еще вторичные выгоды. И тогда уже не сильно стремятся трудоустраиваться, и очень трудно будет им помочь. Потом уже нужно будет гораздо больше к ним всяких методов. Да, не просто найти работу, но еще и заставить практически выйти работать. Ну, заставить, мотивировать. Это действительно непросто. И для таких категорий граждан у нас тоже есть свои механизмы. То есть у нас есть такие формы работы с теми, кто вот длительно не может трудоустроиться. Ну, во-первых, самое такое на поверхности лежащее – это профессиональное обучение. Потому что когда человек долго не работает, даже если он получил какую-то специальность, но он может потерять навыки, мы его можем отправить на профобучение. Если специальность невостребованная, мы можем его отправить на обучение по какой-то специальности, которую мы видим по анализу наших вакансий. Который сейчас, она на рынке труда более востребована. И мы знаем, что он легче и быстрее трудоустроится по этой специальности. И если же там уже у нас мы замечаем сопротивление даже вот этим всем процессу трудоустройства и так далее, но это видно, когда человеку предлагают вакансии, а он недоволен. И это не то, и это не то, и это не то. А бывают даже такие высказывания, что ну вот опять начинается. Хочется задать вопрос, а ты чего сюда пришел? И вот тогда уже у нас есть еще такие методы работы, как психологическая поддержка, но это больше для тех, кто вот шок пока испытывает первичный от потери работы. Есть социальная адаптация на рынке труда. Потому что если долго человек был без работы, он даже утрачивает навыки самопрезентации. Он может быть даже и хочет пойти работать, но у него страх. Он боится прийти к работодателю. А что я там скажу? А как мне себя вести? А как мне, что мне на себя одеть? Какое мне резюме написать? Вот этому всему мы учим. В форме и в групповой, и в индивидуальной, ну в зависимости от того, что человеку требуется. И научим писать резюме. Научим вести переговоры с работодателем по телефону. В форме каких-то игр таких, ну как сказать, сценка, да? Вот работодателя, вы соискатель. Ну вот расскажите о себе. Чтоб человек проговорился, выговорился. Чтобы потом, когда он придет к работодателю, не было этого вот речевого ступора такого. Что вот вроде как и мысли есть, а наружу ничего не было. И специалист хороший, но презентовать себя не может. А сегодня без этого никак. Действительно, ведь есть еще и работодатели, которые, естественно, хотят увидеть у себя специалиста, готового, который придет и начнет работать. Также есть у нас такие наши клиенты, в которых чувствуется предпринимательская жилка. Потому что вот они хотели бы даже, идеи у них какие-то есть по поводу организации собственного дела какого-то, но не хватает какого-то обучения, во-первых, и какого-то первоначального старта. Для этого у нас есть государственная услуга содействия как раз таки в организации предпринимательской деятельности. Она тоже такая, знаете, комплексная. Не просто мы там деньги дали, иди там делай с ними, что хочешь. Сначала они у нас все обязательно проходят психологическое тестирование. Оно направлено на выявление как раз таки способностей к предпринимательству. Потому что человек может о себе думать многое, а на самом деле тесты могут показать совсем другое. Это знаменитая. Не могу работать по чьим-то руководствам. Я хочу сам руководить. Кажется, что у меня все получится. А получается, что тесты показывают совсем другое. Но что я хочу сказать. Этот результат теста, он для самого человека. Для того, чтобы помочь ему еще раз оценить свои способности. То есть, что я хочу сказать. Если результат теста показывает невысокую способность к какой-то самостоятельной работе, к предпринимательской деятельности, но он все равно хочет и настаивает, окончательное решение будет принимать безработный гражданин. То есть, эти результаты тестов, они носят рекомендательный характер. Он их рассматривает, все же таки решает, будем или не будем. Если решают, что будем, тогда мы его можем направить на обучение. Это в основном основы предпринимательской деятельности. Их там учат ведению какого-то учета, взаимодействию с налоговыми органами и так далее. И после завершения обучения, так же ему предлагается, или в процессе обучения он составляет свой бизнес-план. Количество субсидий у нас не на всех желающих. Тем более с учетом того, что я вам сказала, что бывает, что и тест выявляет, да, не очень, а он вот все равно хочу, хочу, никаких доводов не слышит человек разумно. Поэтому для того, чтобы решение давать финансовую поддержку или не давать было всесторонне взвешенное, у нас всегда работает межведомственная комиссия. Туда мы приглашаем представителей городской администрации, представителей налоговой инспекции, представителей предпринимательского сообщества. И вот этот вот бизнес-план, он рассматривается, заслушивается на заседании рабочей группы. И эта группа как раз-таки решает, выделять ли финансовую помощь или не выделять. В принципе, ведь бизнес-план составлен, обучение пройдено, какие-то первоначальные деньги есть. Бывает так, что некоторые даже и не претендуют на эту финансовую помощь. Просто вот иногда действительно достаточно помощи. Да, спасибо, дальше я сам. Кто-то доходит и до финансовой помощи. Там сумма не очень значительная. Ну, это старт. Да, да. Но это какой-то старт, какие-то первоначальные расходы и так далее. Я вас слушаю и понимаю, что самая важная мысль, которая приходит в голову, задача, стоящая перед министерством, заключается не в том, чтобы вот эти цифры уменьшить. А давайте-ка мы его сейчас раскидаем по свободным вакансиям, и вы будете там спокойно работать. Нет, задача посложнее. Человек на своем новом рабочем месте должен хорошо себя чувствовать и продержаться там, укрепиться там. Вот такая задача стоит. Поэтому, я бы сказала, такое шикарное психологическое сопровождение. Не так-то просто, особенно если человек, ну, скажем, старшего возраста, не так-то просто, допустим, сменить профессию. Да, потому что есть консерватизм. Моя профессия, допустим, не нужна уже. Она действительно утеряла, да, какое-то уже значение. И нужно, если вы хотите, многих, я думаю, приходится компьютерной грамотности обучать, если мы говорим о людях старшего поколения. Да, а у нас для этого есть, ну, мало того, что мы, знаете как, те, которые постарше, часто бывают еще у нас даже уже с пенсией люди, а тем не менее хотят работать. Стремятся. Стремятся, да. И часто, кстати, вот пенсионеры больше стремятся. Ну, они уже насиделись, уже поняли, что это такое. Да, да, что ничего там хорошее. Вот. И есть у нас программы обучения, которые направлены там на отдельные категории, и они, это обучение производится в рамках национального проекта «Демография». Уж там перечень специальностей такой обширный. Выбирай, чего хочешь. Ну, не отказывайте никому. Люди любого возраста правят прийти и попробовать себя. Да, конечно, да. Познайти себя. Подают они заявление, там вообще никому не отказывают. Потому что там, вот в рамках национального проекта «Демография» мы не только безработных учим, а любых людей, которые считают, что им нужно получить какую-то еще дополнительную профессию. В принципе, человек, если сам понимает, то есть ситуация не дошла до того, что вот ты сейчас станешь ненужным на рынке труда. Если человек сам это вовремя понял, в принципе, вот так же нужно. И таких много, я вам хочу сказать. Потому что сейчас очень много интересных профессий новых, и обучение там так очень интересно происходит. И часто обучение предлагается в рамках национального проекта «Демография», даже дистанционные формы. То есть даже если ты работаешь, в принципе, это не является препятствием. Там без отрыва от производства все это можно нормально организовать. Я так предполагаю, что не только люди, оставшиеся без работы, но и работодатели заинтересованы в том, чтобы активно ваша работа велась. Обращаются к вам. Вы понимаете, что вот этот спрос есть? Мне хочется, чтобы те, кто нас смотрит, понимали, что самое главное, что есть где работать. Есть этот запрос. Но вот тут вот я бы сказала, что есть у нас небольшая такая вот проблема, которую мы из года в год пытаемся переломить. А проблема это как раз таки связана вот с той массой людей, которые у нас состоят на учете и не заинтересованы в трудоустройстве. И вот работодатели, когда они высказывают нам какое-то недовольство, то всегда это бывает недовольство по поводу того, что им присылают людей, которые не мотивированы на трудоустройство. Не хотят работать. И вот сейчас как раз таки проходит вот такой небольшой экскурс. У нас в службе занятости по всей России проходит большая перемена, я бы сказала, перемена наших методов работы, которые заключаются как раз таки в том, чтобы когда человек пришел, с ним поговорить, внимательно посмотреть, чего он хочет, чего он не хочет. И может быть даже, но это может прозвучить странно, ну немножко оставить в покое тех, которые мы вот видим абсолютно точно, что они не мотивированы, потому что вот понимаете как, мы дальше его отправляем к работодателю, дальше работодатель недоволен, что мы к нему посылаем людей, которые работать не хотят. И в другой раз у него будет вакансия, он скажет, да буду я себе подбирать гражданина сам, а нам нужны вакансии. И больше сосредоточиться на той части людей, которые действительно в трудоустройстве нуждаются, посмотреть, что именно препятствует этому трудоустройству, и как раз таки снять вот эти вот все препятствия через те методы, про которые я вам раньше сказала. Люди, которые готовы учиться. Вот некая такая небольшая первоначальная сортировка. В общем, у вас тоже работа непростая, приходится сотрудникам еще и так самим быть немножко психологами, чтобы понимать, а действительно ли нужна сейчас эта работа человеку. Ну они привыкают, наши сотрудники, у них уже глаз рентген просто. Сразу видно, кто зачем пришел. Вот вы заговорили о переменах. Хочется эту тему немножко продолжить. Новшество примерно понятно, я думаю, нашим зрителям, даже тем, которые, к счастью, не сталкивались, возможно, с вопросами безработицы. Очень схематично понятно, как это работает. Человек, потерявший работу или у которого пока не было на работу, приходит и становится на учет. Получает какие-то средства. Пока не нашел себе работу, ему что-то предлагают, он может пройти обучение. Вот так мы это понимаем. Если говорить о сегодняшнем дне, какие-то изменения происходят, вот, допустим, в тех же самых выплатах. Я же правильно понимаю, что бесконечно невозможно эти выплаты? Нет, конечно. Никакое государство не будет содержать лодыри. Конечно, потому что через какое-то время становится понятно, что этот человек не хочет работать. Это его работа, ходить к вам периодически. Ходить к нам, получать статус безработного и, имея статус безработного, получать какие-то еще вторичные выгоды, как-то льготы ЖКХ и так далее и тому подобное. Поэтому период выплаты пособия, он у нас не бесконечный, он более длительный у тех граждан, которые по объективным причинам имеют затруднения в трудоустройстве. То есть это будут свежеуволенные граждане, допустим, предпенсионного возраста. Они у нас получают пособия и больше, и дольше. А в основной период, в основном, это у нас не более полгода. Полгода прошли, потом следует период невыплаты. Потом следует следующий период, и тоже там анализируется, был ли трудоустроен человек или вообще его поведение во время состояния на учете. И еще такой момент. Если гражданина посылают куда-то к работодателю, вот как я вам говорила, а он идет к работодателю, и, вернее, бывает даже, знаете как, они даже не затрудняют себя ходить к работодателю. Нет, 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 прямо тут же не хочу. Тут же, на приеме, ему выдают направление, я туда не пойду, все. Так, ну количество не хочу тоже не может быть бесконечно. Вот, количество не хочу не бесконечно. Если у человека два не хочу накапливается, ну, конечно же, не тупо два не хочу. Да, мы понимаем, что каждая ситуация... Да, они разные. То есть там есть, поэтому существует законе о занятости, такое понятие, как подходящая для гражданина работа. То есть смотрят, откуда к нам человек пришел, какие у него профессии, какой у него предшествующий опыт трудовой, или его нет вообще, какое у него образование. И, исходя из всех этих соображений, какая-то вакансия считается для него с точки зрения закона о занятости подходящей, а какая-то неподходящей. Вот если он от двух вариантов подходящей работы отказывается, выплата пособия ему приостанавливается на три месяца. Мы прекрасно понимаем, что человек, который искренне хочет работать, который понимает, что без работы он просто не проживет. Это такой страх, который, наверное, висит над большим количеством взрослых, нормальных людей. Без работы нельзя жить. Соответственно, если человек, находясь в такой ситуации, не пытается эту ситуацию решить, более того, вот так вас еще в стороночку, я посижу, я подумаю, я отдохну. Эта ситуация длиться бесконечно не может. И это нормально. Пожалуйста, я просто к чему? Мне кажется, что, конечно, я уверена, что обижаются, злятся, ругаться приходят. Что же вы меня лишаете денег, я безработный. Но еще раз повторим, сотрудники в каждой ситуации конкретной, вынуждены, или это их работа, разбираются просто до мельчайших подробностей. Как происходило? Есть контакт, я уверена, с работодателем, который непременно признается. Да, мы всегда это знаем. И вот как раз-таки такая вот ситуация, когда вот эти вот товарищи, которые у нас не хотят работать, тоже бывает, что приходят к работодателю и просто просят поставить им отказ. Пожалуйста, скажите, что я вам не подхожу. Если мы видим, к нам же эти, как это у нас называется, направления на работу, и работодатель там проставляет свои, ну, результат собеседования, скажем так. Или это может быть бумажное направление работы, а может быть в электронном виде сейчас тоже они отмечают, чем там закончилось это собеседование. И если мы видим, что мы к нему посылаем людей, а он все время отказывает, обязательно будет звонок работодателю, и мы будем выяснять, действительно ему человек не подошел или происходило что-то другое на самом деле. И если мы слышим ответ, что вот он попросил поставить отказ, то с работодателем тоже мы проводим работу и просим такого не делать. Потому что это тоже медвежья услуга немножко. Прямо скажем, да, это медвежья услуга, потому что, опять же, ну, человек привыкает к такому образу жизни, который ему кажется, что он хороший, а на самом деле он не хороший. Более того, человек на каком-то этапе сам уже начинает себя действительно искренне жалеть. Вот я такой молодец, я никому не подхожу, вы никак мне не предложите необходимых каких-то вакансий для меня достойных. И вот в этой ситуации жаление продолжает существовать. Я хочу сказать, что хочется верить, что все-таки, да, вот и хочется обратиться к тем людям, которые хотят работать, да. И, допустим, это есть та категория людей, которые, ну, действительно, по каким-то причинам потеряли работу, находятся сейчас в поиске, не могут найти. Вот что бы вы посоветовали этим людям? Что делать, как себе вести, как решить этот вопрос? Этим людям я бы посоветовала не вариться вот в этой собственном... Горе вот в этом маленьком беде, в котором попали. Да, 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 не взращивать его там, не поливать, и всячески за ним не ухаживать. А иметь более активную жизненную позицию, которая, с моей точки зрения, в чем должна вырабатываться? Ну, первое, наперво, конечно же, идти в центр занятости. Там поработают и предложат работу, научат ее искать самостоятельно, расскажут, на каких сайтах надежно размещаются вакансии, куда лучше не обращаться и так далее. И использовать все те замечательные возможности, которые дарят нам информационные технологии. Использовать обязательно все сайты по поиску работы, которые есть. Искать самостоятельно. Да, искать самостоятельно. И еще, знаете, какой момент? Бывает, что и собственные, во-первых, сомнения, вот что вроде бы вакансия нравится, но есть такое вот, меня не возьмут, а вдруг я не подойду. Люберенность. Идти на собеседование обязательно. И добиваться собеседования обязательно. Потому что сейчас очень многие просто занимают такую позицию, из-за того, что вот это страх взаимодействия с работодателем, пишут резюме и их рассылают. Но вот мы все знаем, у нас на почту, на электронную, куча спама всякого сыплется. Прочитают там твое резюме, не прочитают, или просто сразу кнопочка. Насколько хорошо оно написано и рассказывает. Да, или на корзиночку нажмут, и оно улетит в корзинку. А на самом деле это очень был подходящий кандидат. Звонить обязательно по телефону. И обязательно, кроме телефонных переговоров, добиваться собеседования. Потому что вот я сама часто бываю в ситуации, когда мне приходится сотрудников к себе в отдел на работу принимать. Иногда, бываешь, почитаешь резюме, ну резюме и резюме, да? Ну вот такое, каких вот сотни. А потом человек приходит, и вот вроде бы у него там каких-то навыков необходимых не хватает. Но настолько он хорошо себя держит, настолько он прекрасно презентует, что вот я как работодатель думаю, а ничего. Вот это тут научу, здесь расскажу, тут похожу, ну пусть он у меня работает. Именно добиваться вот этого контакта. А если уже есть вот этот вот страх презентации, тогда вот мы поможем, как себя правильно вести в каких-то таких условно-безопасных, в условно-безопасной среде. Проведем имитацию всех этих собеседований, для того, чтобы человек эти навыки приобретал и преодолевал вот эти вот собственные страхи, собственные неуверенности. Особенно если был неудачный опыт. Ну я понимаю, что такое могло быть. Одно-два неудачных собеседований, человек просто сам начинает себя обесценивать. Тут еще знаете, что важно понять, что с неудачными собеседованиями сталкиваются абсолютно все, даже гении. Вот честно. Поэтому неудачное собеседование, это не значит, что ты плохой или ты плохой работник. Это просто неудачное собеседование. Значит, нужно искать следующую вакансию и идти на следующее собеседование. Активная должна быть позиция, потому что работа нас искать не будет. Мы будем искать работу. И чем более активно мы будем ее искать, тем скорее мы ее найдем. А вакансии есть всегда. У нас в Ставропольском крае, вот это, знаете, я же говорю, еще не все нам вакансии заявляют. Даже те, которые заявляют, у нас вот в ежедневном разрезе порядка 27-28 тысяч вакансий есть при 8 тысячах безработных. То есть есть там даже из чего повыбирать. Поэтому, если даже сразу вакансию не нашли, сегодня ее нет, завтра ее заявят. И не нравится наша база вакансий. Есть HeadHunter, еще какие-то работные сайты. Главное проверенные. Да, главное... Использовать все возможности, и все получится. Не сидеть и не ждать, когда вы в этом состоянии зачахнете. Ну и, конечно, добавлю еще. Мы сегодня услышали о большом количестве тех возможностей, которые вы предоставляете для получения образования, может быть, для усовершенствования своих знаний и навыков. Кто-то не доверяет, кому-то кажется, что все это не для меня, мне это не подойдет. Пробуйте все, пытайтесь все. Это все действительно создано для вас. Все эти профессиональные навыки свои можно прокачивать бесплатно, я так понимаю, да, если у человека требуется какая-то работа. Давайте подскажем нашим зрителям, если сегодня что-то не расслышали, упустили, где эту информацию можно получить? Я думаю, что на сайте министерства, наверное. На нашем сайте есть информация обо всех услугах. На нашем сайте база вакансий, которая вот в центре занятости обновилась, через час она обновленная будет на нашем сайте. Поэтому заходить, пользоваться, смотреть. У нас много информации на сайте аналитическое. В разделе информации у нас есть такие разделы, как спрос предложения на рынке труда, которые можно открыть и посмотреть, что вот работодатели вот эти вакансии заявляют, вот уже в статистическом виде, чтобы не ковыряться там среди вакансий, а вот эти Новый год чаще, чем заявляют. То есть у нас вся эта аналитическая информация есть. И это полезно не только при поиске работы, но также вот внимание родителей хочу обратить внимание. Когда ребенка вы решаете, куда он пойдет учиться, загляните, посмотрите. Информации очень много, она в свободном доступе, она хорошо, красочно оформлена, она за большие периоды времени. У нас в службе занятости накопились огромные данные. Это вот просто сокровище. Люди регулярно ведут эту работу, статистику изучают, анализируют. И все можно посмотреть и сделать какие-то выводы для того, чтобы тот выбор, который сделан, был сделан не вот так с закрытыми глазами, а на основании чего-то. Да, чтобы в будущем у ребенка не стояла проблема, о которой мы сегодня говорим. Плюс еще мы же проводим всякие такие мероприятия, которые у нас вот непостоянные. У нас совсем недавно прошла крупномасштабная ярмарка вакансий. Вообще, это вот, наверное, два слова стоит сказать на эту тему. Это была федеральная инициатива, и называлось это мероприятие Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России». Это был такой формат, когда ярмарки вакансий проводились одновременно по всей территории России. И сейчас у нас вот в апреле месяце прошел этап региональный. Тоже такие чудесные были мероприятия. Но кроме обычных ярмарок вакансий, к которым все привыкли, были специализированные ярмарки вакансий. И также вот это некое новшество для нас было. Мы попробовали, нам как бы федерация рекомендовала, эта форма работы нам очень понравилась. Мы провели ряд профессиональных туров, когда мы школьников собирали, то есть молодежь, которая сейчас только определяется в выборе своей профессии. Привозили их на предприятие, их там водили, рассказывали, показывали, давали потрогать, чтобы они могли как бы на себя примерить отдельные профессии. И что очень радует, отклик у детей был очень яркий. Они с удовольствием участвовали во всех мероприятиях. И телят они у нас кормили, и по сельскохозяйственным машинам ездили, и фотографировались там. И вдруг оказалось, что не только юристы и медики есть. Да, оказывается, другие профессии тоже интересны, и дают положительные эмоции. У нас в одном районе, по-моему, в Кировском, я вот сейчас уже не помню, потому что много прошло мероприятий, там детей повели на ферму и дали им телят с бутылочек покормить. Вы не представляете, восторгов было. Там очередь стояла. Не отказался никто, равнодушных не было. И вот, то есть их проводят, показывают, рассказывают, дают что-то поделать. Ну, то, что, конечно, в рамках техники безопасности возможно, в рамках этого профтура. И потом проводят по предприятиям их рабочие, заслуженные, которые свою профессию любят, знают. И рассказывают от первого лица. Это вот то, что прошло. И сейчас, 23 июня, состоится федеральный этап. И как бы в рамках подготовки этого этапа тоже будут еще профтуры для школьников. И будут ярмарки вакансий и крупномасштабные, и специализированные. Там, где мы представители какой-то отрасли, допустим, приглашаем. Или собираем вакансии для определенной группы населения, там, с ограниченной трудоспособностью, где готовы принять людей на работу. Вот. И как узнать? На нашем сайте, опять же, у нас, когда такие крупномасштабные мероприятия проходят, мы первую страницу, чтобы далеко не лезть и нигде не искать, полностью отводим под эти мероприятия. Так и сейчас. Вот к 23 числу мы там все подготовили. У нас календарь ярмара к вакансии. Все доступно с главной страницы. Календарь профтуров. Все есть. Можно посмотреть, сориентироваться и спланировать себе посещение. Обратите внимание, если нет работы, если вы понимаете, что ваша работа вас не устраивает, или вы понимаете, что, возможно, в ближайшее время вам грозит вот это страшное слово безработица, обратите внимание, посмотрите, погуляйте. Может быть, просто человек для себя что-то новое откроет, найдет себя. Может быть, работа у вас нелюбимая, не нравится, глаз не горит. Вот, пожалуйста, это колоссальная работа, которая проводится, начиная вот от детей, как мы услышали, до уже взрослых людей состоявшихся. Вот не хватает только нас, с вами, нашего желания искреннего работать. Сейчас много говорят о том, что можно ничего не делать и много зарабатывать. Вот это не всегда. Так работать нужно, и, как показывает практика, работать есть где. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в гости. Напомню, моей собеседницей сегодня была начальника отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения, Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Лейла Свекольникова. Еще раз большое вам спасибо, удачи и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин